Яна, вот смотрите, я вот сейчас прочитал специально очень небольшой отрывочек из репортажа в газете. Получилось, что я там на Павла наехал, потому что это было не концептуальное цитирование. Там-то был большой материал, где совершенно все это рассказывалось. Ну вот, вы как журналист прекрасно знаете, что такое контекст, что такое цитата. Я сейчас, гость, если бы я была ведущим, я вела бы себя по-другому. Я это понимаю, я говорю о знании. Я читал рукопись целиком. То, что было опубликовано, там были выдраны из контекста, из большого рассказа о жизни Марка, были выдраны только те вещи, которые интересовали редакцию и, увы, потребителя, потому что редакция это не сделала просто для того, чтобы кому-то догадить. А если бы этих вещей не было? Если бы их не было в жизни, Марк бы о них не написал, я так думаю. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что я опять же сказала, можно рассказывать о своей жизни, не рассказывая при этом об ошибках других людей. Вот мне кажется, что, допустим, вот Павел такой человек, что про него нечего рассказать такого, что будет вот, ну, у меня вот чисто вот такое какое-то вот эмпирическое ощущение, что есть люди, которым нечего скрывать, что они могут вот рассказать и там о своей женщине. Я думаю, что сейчас будут сообщения, что я побираюсь по продюсерам. Послушайте, одно дело, когда появляются люди... Я готов уже к реакции на это. Мы сейчас, давайте, мучай отдельно, котлеты отдельно, да? Мы можем очень долго обвинять желтые СМИ, например, и говорить, ах, они выдрали из контекста и так далее и тому подобное. Если взять издание, там, «Караван» или, я уже не помню, там, «Экспресс», там, газеты и обезумевших людей, вопрос заключается в том, что выяснить, что... кто виноват вначале, яйцо или курица? Да виноваты те люди, которые сами о себе, о себе рассказывают и продают материалы, которые вываливают свое нижнее белье, грязное, поганое. Нет, минуточку. Понимаете, а те закупают. Я с вами соглашусь, а почему эти издания самые массовые? Потому что масса людей хотят вот посмотреть на это белье. Послушайте, вы помните, сказал Мольер, несчастье близкого, я понимаю, что вы его лично не знали, есть нечто веселящее. Так вот, так как потребитель потребляет, да, вот эту чернуху, объяснение очень простое. Вопрос заключается в том, что сравнительная характеристика, а, и вот эти известные, да, и вот эти, они оказываются такие же, ну, фактически уроды, чем я, или даже хуже. Никто не сочувствует. Я однажды наблюдала за людьми своей профессии, когда они читали интервью... Интервью журналисткой. Читали интервью одного известного человека, который решил рассказать о себе, там, о своем разводе. Я просто была наблюдателем. И я стояла и смотрела, как они гоготали. Я говорю, что смешного это было? Говорит, какой идиот! Зачем это все вываливать? Зачем это все рассказывать? Ну, а как же? А вам не приходилось в голову, да? Можно я вставляю? Ну, это же издательство «Караван» издало полное собрание последней книги, которая в полном издании вышла, «Аксионов». Вышла «Трехтомник». Стоп! Не путайте! Не скачите! Я не скачу! Не уводите меня! Я не увожу! Я просто говорю, вы читали этот «Трехтомник»? Нет. Вы читали книгу Кончаловского «Низменные истины»? Кстати, да. Читали? После этого ему полстраны не подавало руки. Потом успокоились. Да, там же эти читатели. Потом успокоились. Я могу, если я могу, еще другую классику. Вы будете сказать, я себе сказал, ты не «Аксионов». Правильно? Там другая литература. Но когда я прочел «Трехтомник» «Аксионова» после всех событий, которые произошли со мной, я себе сказал, ну, вот если бы я чуть-чуть был «Аксионов», я бы чуть-чуть это все, что я рассказал... Хорошо, давайте успокоимся. Вы можете ответить на очень простой вопрос? Просто могу. Зачем? Вы знаете, этот вопрос мне задают, как вам сказать? Для чего? У меня есть в стране два... Давайте я поменяю. Для чего? А еще есть третий вопрос. Мурло, это не мурло, а не дебилы. Так, я понимаю, вопрос из этого совершенно невозможно. Вот это я сюда шел, говорил, что для меня страна... На быдло как быдло, и быдло гламурное. Вот есть быдло гламурное. Есть три вопроса. Зачем? Для чего? Почему? Вот этот вопрос мне все задают. Зачем? Хорошо. И я понимаю, что я, который мог бы дожить до смерти... Дай даме задать вопрос. Я хотела задать какой-то вопрос. Мне вот я задавала. Вот я задавала. Вы не даете... Причем у тебя вопрос настолько не новый. Первый крик по телефону, когда позвонил Ермольник, когда позвонил Ермольник, он тоже задал этот вопрос. Зачем? В этом зачем? Я усматриваю два вещи. Ты, который жил комфортно, который мог входить в любое общество, если хотел, а я не хотел входить после 15 лет туда, где я 15 лет провел. Вот не хотел. Настолько обратная сторона была быдлом гламурным, что не хотел. Поэтому на вопрос его зачем... А кто быдло гламурное? Вот есть у нас в стране такое быдло гламурное. Давайте только без фамилии. Да, давайте без фамилии. А что так? А почему нет? Ну давайте тогда говорить право. То есть ребенок, поэтому лучше без фамилии. Лучше без фамилии. Я повторяю, что на вопрос зачем, это то, что меня мучает сегодня. Зачем я это сделал? Вы ответили себе на этот вопрос? Вот если бы я ответил, я бы умер спокойно. Но я жду... Вообще любое время, оно требует взгляда через какое-то пространство. Послушайте, Марго Григорьевич, вы взрослый человек. Я не взрослый, я старый человек. Всегда есть, когда, ну, я вас назвала взрослым человеком. А я старый человек. Это относительная категория. Который в момент прощания жизнью решил о ней что-то написать. В этот момент прощания ни одна, я не хочу называть, тоже не квалифицировать какими-то, ни один человек, который в течение 16-17 лет, когда я полгода умирал в больнице 52-й в Москве, даже не вспоминал, что там лежит такой человек. Вы позвонили бы мне, я собрала бы вам деньги. Нет, деньги мне не нужны. Вопрос не в этом. Чем вы хотите оправдаться? Я никак не могу понять. Я хочу рассказать о своей жизни и сделать тех людей, которые для меня являются гениальными актерами, национальным достоянием. Я так же к ним отношусь, как и вы. Я хочу их сделать нормальными, не теми богами, которые, извините... А кто вы? А кто вы? А я Руденштейн. Да что вы? Да, в анциклопедии написано. Послушайте. Мы Руденштейн создавший то-то и то-то. Но вы же не посредник между Господом, Богом и этими людьми. Я, я, я. Ну, я, во-первых, в него вообще не верю. Это другой вопрос. Самое главное, чтобы он верил в вас. Понимаете? А он верил в вас. Вот вопрос. Ну, вот, и вы в него верите так же, как и я. Я просто телевизор мало смотрю, но заметил, что я просто не смотрю его 8 лет. Мне жалко жен. Но я заметил, что это скорее такой же жанр, да, сейчас? Мне жалко людей, которые сейчас живут. Просто мы буддисты... Катир! Юлий Цезарь, который... Я не говорю ерунду. Каких людей еще кроме двоих? Я про это и говорю. А двоих мало? Да вы что? Да вы просто математик какой-то. Да, кроме двоих. Понимаете? Один перед Богом виноват, как вы говорите. Один великий. А второй, вот единственное, что второй. Я перешел в одном эпизоде, одну маленькую границу, коснувшихся живых. Все. Знаете, очень сложно разговаривать. И я не виноват в этом. Я не успел остановить этот процесс, потому что они решили ради этого выпустить это раньше, чем вышло. Да послушайте, я же вам говорю, я не судья вам. А вы так судите. Не судья, я пытаюсь... Да подождите, ради Бога. Я пытаюсь с вами существовать в диалоге. Это касается... Понимаете, абсолютно нормальных понятий. Что такое совесть? Что такое честь? Что такое... Ну, слушайте, я не буду продолжать. Я все поняла по вашему лицу. Если совести нет... Особенно в вашем мире. Понимаете? Человек никогда не понимает, что он ее потерял. Но есть люди, которые находят, и у них появляется двойная совесть. Понимаете? Это вопрос, зачем? Да. Да? Да. Зачем? Значит, если я это сделал, и вы не понимаете, зачем... Нет, не понимаю. Значит, не совесть я потерял. Я потерял чувство опасности для собственной жизни. Значит, надо выяснять, почему это произошло. Есть вещи, на которые тоже надо ответить. Вы спрашиваете, зачем? Я сегодня в телевизионной передачах, и так как я к вам отношусь очень хорошо, и, может быть, Бог нам даст возможность поговорить... К сожалению, я тоже относилась к вам очень хорошо. Вы относились, а я отношусь. И я говорю, если Бог нам даст возможность посидеть, выпить чашечку кофе, и я на крови расскажу вам, почему это произошло, может, у вас изменится ощущение. Я, безусловно, еще раз венюсь. Я разговаривал с Фандерой. Я извинился. Я сказал, что я не выпущу вот этот эпизод, который всех возмутил. Вы знаете, вы, наверное, будете смеяться надо мной. Я смеяться не буду. Уж я даже не думала, что я заплачу. Вы знаете, самое удивительное... Знаете, мне вас очень жалко по-человечески. Мне тоже не пора. Мне себя не жалко. Вы самый мудрый, на самом деле, самый молодой, но при этом самый мудрый. Потому что я понимаю, что вы человек все-таки... Если вы говорите это, значит, вы мучились здесь. Мы мучились, безусловно. А раз вы мучились, понимаете, ну, собственно говоря... Вот и все, мучились. Значит, вы обычный человек, который совершил катастрофическую... Нет, вот только не надо катастрофическую. С моей точки зрения. Если вы прочтете все, что вы пишете сами о себе, вот все... Это я о себе ничего не пишу и не рассказываю о том мире, который вы защищаете. Это разные вещи послушают. Вы послушаете... А вот... А вот... А вот... А вот... А вот... А вот... А вот...